добрый день дорогие друзья добро пожаловать ко мне на кухню сегодня я буду готовить долгожданные купаты мегрельские настоящие купаты прежде чем начну готовить хочу сказать кто не подписался подписывайтесь и нажимайте на колокольчик а кто подписан добро пожаловать пишите комментарии я всем отвечаю делитесь со своими друзьями купаты это грузинское колбасное изделие она готовится не из свежего фарша а из сильно очень долго проваренного мяса использую сердце здесь у меня примерно 600 грамм печень 800 грамм и легкие тоже где-то 800 грамм мясо тут у меня полтора килограмма я уже промыла она говяжья из говяжьих потроху буду готовить купаты мясо жирное так как купаты они не хранятся в холодильнике они в сухом виде хранятся я сейчас их поставлю вариться очень долго буду варить больше чем положено варить буду в отдельных кастрюлях мясо буду отдельно варить печень отдельно сердце и легкие буду отдельно потому что у них разные вкусы и чтобы при варке не соединилась и не стало однородным буду варить отдельно в этой большой кастрюле будет вариться мясо здесь сердце со с легкими и здесь печень я всегда первую воду сливаю в мясе я обязательно солью первую воду как только закипит но в этих двух кастрюлях я наверное то два или три раза потому что в этих частях мясо очень много крови и надо ее вылить все я уже установила как только закипит я вылью воду везде и поменяю на свежую для приготовления купак я буду использовать натуральную оболочку то есть черева здесь 10 метров мне конечно столько не надо она все соли сохраненная сейчас отмерю сколько мне нужно и нужно очень хорошо промыть пока буду мыть в проточной воде а потом кипяченой горячей воде я в уксусе буду держать его до приготовления купат и коллагеновую оболочку значит вот эти вот три одному метру я сейчас промою в проточной воде и потом в кипяченой все сейчас буду промывать пока от соли а потом уже буду пропускать внутрь воду один уже готов и так дальше все промою когда мою холодной водой от конец пропускаю горячих и так до конца все сделаю там где печень варится уже накипь я ее сейчас вылью и залью новой водой я воду поменяла но видите все-таки кровь еще выходит и пару раз я еще раз поменяю пусть опять закипает здесь только начинает закипать как только начнутся пузыри пенка соберется я ее тоже вылью или здесь тоже начинает уже закипать в кастрюле где мясо я уже поменяла воду здесь уже будет уже вариться до конца просто буду доливать по мере прохождения времени как она будет вариться как только вода будет уменьшаться я буду доливать печень уже второй раз буду менять воду потому что это невозможно и здесь тоже уже набирает кипение легкие и сердце тоже поменяю сейчас воду все сейчас у меня здесь кипяток залиты очень сильно я скипятила воду заливаю уксус у вас какая есть у меня яблочный все готовое промытая черева отправляю для как бы дезинфекции вот в эту горячую воду пусть это все настаивается и ждем варки мяса это вода тоже кипяченая я хочу чтобы она немного остыла для того чтобы замочить вот эту вот коллагеновую оболочку она вот такая ну я отрежу где-то примерно вот столичка как только немного подостынет вода я отправлю пусть она тоже набухает мясо я уже заранее отварила даже очень долго варила почти три часа как и нужно как и положено так как купаты не хранятся в холодильнике их нельзя замораживать они должны быть прокопченные и висеть на воздухе вот так вот в открытом состоянии и чтобы они не портились купатов не должно быть ничего влажного здесь наглядно видно что все очень уже высохла потому что я переваренное мясо горячим переложила вот в этот ушла там влажности не было все стекло приготовила все черева почти один час она уже здесь поставили используются сухие ингредиенты единственное что нужно свежее тут добавить это чеснок как вы знаете чеснок сам сохраняет другие продукты вместе с солью с перцем это как бы хранитель всех продуктов чеснок я почистила одна большая головка кориандр сухие семена кинзы чавер переводе хондари на грузинском это тоже как и чеснок обязательный ингредиент для приготовления купат молотый стручковый красный перец и черный перец соль конечно и сухой барбарис эти самые главные ингредиенты которые нужны для смешивания купаты ну начнем уже готов это мясо нужно или мелко нарубить ножиком но это очень долго я хочу провернуть через мясорубку буду использовать вот такую насадку эта насадка с крупными дырочками и будут выходить крупные нарезанные куски мяса сейчас я это мясо не чтобы легко было провернуть я порежу вот на такие вот куски мясо очень хорошо сварено аж переварено какое нам и нужно вся посуда должна быть сухая без влаги чтобы купаты не попала влага мясо я уже порезала на такие куски чтобы было удобно проворачивать но начну уже крутить рубить через мясорубку разные части мяса я уже буду докладывать чтобы все смешалось хорошо все мясо я уже провернула через мясорубку большими кусками как и положено в купатах ну сейчас будем заправлять первым делом я хочу истолочь в ступке чеснок можно конечно блендером но я хочу все здесь сделать ступке порежу на куски чеснок я сейчас потолку вместе с солью так чеснок я одну полную вот такую вот полную столовую ложку соли засыпаю потом я конечно добавлю все и начинаю толочь что превращается в кашу чеснок уже готов сейчас начну добавлять специи кориандр сухие семена кинзы одна столовая ложка чабер одна столовая ложка молотого красного стручкового сухого перца и пол чайной ложки черного перца этот барбарис засыпаю прямо на мясо добавляю соль сюда 2 столовой ложки это хорошо я сейчас смешаю вся смесь как бы высушивается становится сухой как сванская соль кстати у меня есть сванская соль на канале тоже можете посмотреть хмели-сунели сванская соль аджики разные все ссылки я оставлю под видео можете посмотреть и как я делала сосиски тоже можете посмотреть все вот это вот смесь готовая для начинки купат надеваю перчатки и вот эту смесь буду втирать в мясо руками долго-долго чтобы все вкусы ароматы впитались каждый кусок мяса абсолютно все я даже вычищу и сейчас ловким движением руки это все нужно долго вымешивать муж продегустировал и соли не хватает соль я добавила сейчас смешаю и добавлю перец примерно 1 чайная ложка я ее всю засыплю сейчас дадим попробовать мужу он нас главный дегустатор все все вкусы уже достаточно добавлены мясо уже со специями уже готова чтобы набивать вот эти оболочки всего воду я уже вылила и немножко вот так вот как бы выжму чтобы там влага не осталось сейчас я снимаю вот этот зажим эту насадку конечно я оставляю она мне нужна но снимаю ножик насадку заново устанавливаю на место сейчас надеваю вторую насадку она более тоньше сейчас буду собирать натуральную оболочку немножко трудоемкая работа ну надо как-то я уже набрала на насадку натуральную оболочку конец пока не буду завязывать потому что воздух должен выйти и чтобы мясо проходило легко ну начинаем одно уже заполнила завяжу продолжаем опять заполнять натуральную оболочку здесь уже мясо вышло так что можно закрепить это тоже конец закрепляем придаем форму какого размера нам нужно прокручиваем чтобы закрепилась вот так вот как маленькие сосиски колбаски поэтому сильно я туго не забивала мясо чтобы дать возможность вот так дать форму купата то же самое сделаю с этим все купаты уже заполнила в оболочке конечно большинство я использовала натуральную оболочку и тут три купаты получились у меня коллагеновый больше я не использовала потому что мне они не очень понравились натуральная лучше всего я специально не помыла эту миску она жирная после того как я обработала мясо я уложила все купаты сюда и весь этот жир и обмазала на сами купаты он и будет сохранять долгосрочность как говорится и это нужно было сделать они разного размера получились разной формы получилось достаточно много получилось вот столько под следующий этап копчение я пересмотрела очень много видео можно оказывается коптить домашних условиях ну как говорится чем черт не шутит решила тоже попробовать пришлось пожертвовать не только кастрюля и вот этой вот вешалкой для кофейных чашек и я ее использую для того чтобы подвесить вот эти вот купаты на дно вот такая тоже сетка подставка для кастрюль там чайника установлю на дно и здесь у меня вот такие вот специальные дубовые щепки которые предназначены для копчения колбасных изделий сейчас немного я засыплю на дно кастрюли уложу эту сетку не вот так вот ножками а вот переверну потому что вот это вот вешалка высокая и чтобы крышка закрыт накрывалась хорошо тут уложила сетку установлю вот эту вешалку как раз середина на хорошо садится и начну подвешивать купаты на дело как на елку игрушки продвину последнюю и все надеюсь везде дойдет дымок так как когда накрываю крышкой здесь может выходить дым и надо его как-то прикрыть я хочу замесить тесто и тестом буду изолировать крышку чтобы оттуда не выходил дым сделаю как бы веревочку я думаю уже не будет выходить закрыла везде вот эту дырочку тоже закрою чтобы отсюда дым не выходил ставлю на огонь из 9 устанавливаю на 2 ну примерно полчаса нужно прошло более полу часа и я вижу что здесь уже все коричневая но сейчас откроем и посмотрим что там происходит шипит наверное все жиры стекли дым все еще есть внутри ну открываем сейчас вот эту изоляцию действительно работает все закоптилось прям запах коптильни цвет поменялся будем доставать вот друзья я никогда бы не подумала что смогу коптить дома эксперимент действительно удался работает я вообще всегда благодарю тех умных людей кто придумает для нас вот такие хорошие вещи кто бы мог подумать я думала придется пожарных вызывать даже дым не вышел из изолированного тесто что я туда налепила на крышку дым вообще не выходил там где немножко пытался как бы выйти дым я туда залепила новое тесто с тестом я конечно не видела что кто-нибудь делал так что можете взять на вооружение мою выдумку это сейчас немножко остынет подвешу и пусть сушится кастрюля не испортилась я сейчас его положу в раствор завтра пожарим и продегустируем купаты уже сушатся два дня они очень уже хорошо высохли я их перенесу потом на лоджу там сухо и когда надо будет отрежем будем жарить сейчас я покажу какой он будет пожаренный я пожарила купаты обжарила в духовке очень вкусно выглядят посыпала гранатом и луком я у меня сегодня на обед была красная лобби как раз тоже испекла чады тоже в духовке приготовила пхали из листьев свеклы так что у нас сегодня на обед вот такой грузинский стол ну на этом все дорогие друзья многие меня просили приготовить купаты я приготовила получилось очень красиво очень вкусно приготовьте лучше чем покупное кто не подписался подписывайтесь на мой канал пишите комментарии я всем отвечаю нажимайте на колокольчик и будете получать уведомления ну дорогие друзья до новых встреч я прощаюсь с вами до новых видео ну